Всем привет, всем Диор. Кто не следит за рынком, вот картина. За 10 дней биткоин вырос на 30%. Буквально еще 10 дней назад мы видели цену порядка 26 тысяч долларов, то сегодня биткоин пробил 35 отметку. Но стоит учесть очень внимательно, что мы ходим в длинном долгом коридоре, в котором биткоин находился очень-очень давно. То есть, в принципе, если отдалить этот коридор, у нас много-много лет длится. Но зашли вот последний раз в начале медвежки мы в июне 22-го года в нем и держимся вот чуть-чуть выходя из него вот в течение всего этого времени. Соответственно, сейчас он подошел к верхней границе этого коридора. Возможно, будет отскок вниз, будьте аккуратнее, но все же биткоин начал показывать силу. И если мы пробьем его наверх, то дальше у нас тут нет вообще объемов, которые бы его держали, нет сопротивления. И мы совершенно спокойно можем дойти до любых других отметок. По сути, там и 50 тысяч, и далее, далее, далее. Что хочу отметить, интересная раскорреляция у нас произошла на графике с S&P 500, потому что долгое время биткоин коррелировал с S&P 500, а сейчас S&P 500 проваливается вниз, а биткоин растет наверх. Если S&P 500 сейчас точно так же пойдет наверх, то биткоин продолжит рост дальше наверх. Если S&P 500 продолжит падение, то может потащить за собой и крипторынок тоже. Далее, доминация биткоина растет, то есть это значит, что альткоины не поспевают за ним. Они, конечно, в долларовом эквиваленте тоже растут, но к битку они падают. То есть если мы посмотрим, например, эфириум, вот для тех, кто не успел купить биткоин, можно сделать покупку в эфириуме, потому что так или иначе он отскочит тоже наверх, и возможно получится получить больший профит, нежели сейчас заходить в биткоин. Все это, конечно, не финансовый совет. Самая лучшая стратегия, на мой взгляд, это доллар-кост-эверидж или DCA. То есть покупать равными или неравными отрезками времени и равными или неравными долями, но просто покупать время от времени немножко для себя крипты. Такое количество, которое вы знаете, что вы сможете повторить через, к примеру, неделю, две недели, месяц снова и снова купить, а не так, что зайти на всю котлету и сказать, «Эх, как жаль, я не купил дешевле, когда он будет завтра дешевле», к примеру. Или «Как жаль, что я не могу купить сегодня, потому что вчера он стоил дешевле». То есть надо покупать всегда понемножку, по любой цене. И тогда будет не так обидно, вы не будете ловить фома. Так вот, сейчас мы видим на графике страха и жадности, что сейчас 66 – это у нас уже жадность. То есть те, кто не купил биткоин раньше, сейчас говорят, «Эх, жаль, я не взял, потому что сейчас он уже слишком дорогой». Хотя по факту мы можем этот индекс увидеть и вообще на отметках гораздо выше. То есть вот как вот здесь мы, например, в 2020 году видели индекс страха и жадности 95. До туда мы еще не дошли. Поэтому есть еще шанс прикупить и заработать на этом. Но это не финансовый совет. Лучше всего покупайте кусочками маленькими. Чем меньше кусочек, тем будет комфортнее для вас. Вот. На этом все. Всем пока. Всем Диор. А еще постойте секунду. Напишите в комментариях ваши прогнозы. В ближайшее время мы увидим дальнейшее снижение или все-таки рост. А теперь уже все. Пока.